Всё произошло именно здесь. Двое подростков ехали из-под липок. Вовремя покинуть электричку у них не получилось. На выходе одному из мальчиков зажало ногу дверями тамбура. Ему пытались помочь, но поезд тронулся. Машинист не сразу заметил случившееся, так как подростки выходили из последнего вагона. Поезд остановился уже за пределами платформы. Несколько метров мальчика протащило по гравию. Очевидцы сообщили о произошедшем работникам станции. Ребёнок получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Как стало известно, подростка доставили в реанимационное отделение клинической больницы Королёва. По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на остановление всех обстоятельств произошедшего. Уже допрошены члены локомотивной бригады. Осмотрен подвижной состав с применением криминалистической техники. Расследование уголовного дела продолжается. Пока уточняются обстоятельства произошедшего, работники Московской железной дороги акцентируют внимание на важности соблюдать все правила безопасности на объектах инфраструктуры. В особенности это касается подростков. На самом деле сейчас, мне кажется, участились эти случаи, потому что подростки такие более расхлябанные стали. То на зацепах ездят, то ли ещё что-то происходит. Некоторые стоят, специально двери открывают. Кто-то ведёт себя непристойно, ругается матом, курит в вагонах иногда. В первую декаду октября в рамках оперативно-профилактического рейда только на станции Тайнинская сотрудники транспортной полиции выявили 14 несовершеннолетних нарушителей. С ними проведены профилактические беседы. Дисциплина – важный гарант безопасности. Напоминают работники транспортной полиции. Тогда трагедий будет в разы меньше. Андрей Латынцев, Денис Корнев. Первый Матищинский.